Игрушки и деньги на новую систему отопления. Добровольцы батальона Киев-1 побывали в областном специализированном детском доме «Зелёный Гай». Узнав, что многие дети были эвакуированы сюда из зоны АТО, бойцы сразу же решили им помочь. 9 из Краматорска и 31 малыш из Луганска теперь живут в этом интернате. Считаем своим долгом помочь им, потому что они оторваны от всего, оторваны от семьи, от родителей и ко всему прочему переселению. Я думаю, что всем, чем можем, можем помочь им. Мы привезли им игрушки, мы посоветовали специалистами развивающие игрушки для их развития. И привезли, скажем так, небольшую нематериальную помощь. Но обратно, это у каждого, наверное, своё понимание, то есть как смогли нашим батальонам, захотели помочь этому детскому дому. В доме ребёнка говорят, малыши здесь обеспечены всем необходимым. К новому дому и сотрудникам переселенцы из Краматорска и Луганска привыкли чуть ли не с первого дня, очень быстро адаптировались. Специально для них в Зелёном Гае расширили штат, ещё шесть воспитателей и медсестра. Кроме того, всех детей уже осмотрели харьковские врачи. Всех этих детей посмотрели областные специалисты в областных больницах и выудили впервые несколько заболеваний. Вот тогда нам проще стало работать с ними в медицинском плане, потому что многие приехали с крайне небольшой информацией о здоровье. Тем не менее, первые дни для малышей из Луганска были довольно сложными, рассказывает медсестра детдома. Дети ещё болезненно воспринимают всё вокруг, вздрагивают от шума машин и даже грозы. Я работала, когда была гроза, и когда гром, дети плакали и говорили, стреляют. Мы их успокаивали, как могли. Очень адаптационный период у нас проходил тяжеловато для детей. Весёлые и уже самостоятельные дети с удовольствием играют, общаются с бойцами. Ни камуфляж, ни количество взрослых их не смущает. И девочки, и мальчики с интересом рассматривают бойцов батальона. С ними фотографируются. Добровольца Кирилла дома ждёт семья, любимая жена, а с детками общаться ему просто. Потому что скоро он и сам станет папой. В зоне АТО ему приходится бывать часто. Защиту родины считает своим долгом. Если по моей земле будет ходить враг, то моей семье не будет покоя. Поэтому я должен защищаться, как настоящий мужчина должен защищать свою землю, своих близких, своих родных. Сразу из дома ребёнка батальон «Киев-1» отправляется в Славянск. Там ребята получат новые задания и распределения в зону АТО. Инна Степанишина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.